Приветствую вас и не затрагиваю тему, кто прав, а кто виноват, потому что в любом конфликте, что виноваты всегда будут с две стороны, не бывает правых и виноватых, это очень желательно понимать. Можно сказать по поводу вашей ситуации так. Если друзья при некоторых обстоятельствах от вас отвернулись и теперь они не спешат с вами мириться, то это говорит о том, что они действительно не дорожат в вами. В свою очередь это означает, что вы не были для них другами, потому что без друга обычно не могут и испытывают те самые чувства, которые испытываете вы, то есть потребность в общении. Они потребуют в общении с вами и испытывают, значит, другом, друзьями они для вас не являются. Вы видели их таковыми, потому что в определенный момент у вас совпадали интересы. Это пока это длилось, у вас все было хорошо, но как только интересы разошлись, то же люди показали свое истинное отношение. И в этом нет ни вашей вины, ни их вины, потому что они действительно, может быть, думали, что они с вами дружат, вы думали, что вы с ними дружите, но в действительности именно этот конфликт проявил их отношение к вам. И это отношение, к сожалению, не дружит. Что вам можно сделать? Ну, во-первых, если вы не хотите изменяться, в принципе, это верно, потому что, как я уже сказал, не бывает правых виноватых в конфликтах между людьми, всегда обе стороны несут ответственность за происшедшее и несут ответственность за происшедшего, ну, как правило, в равных и равных долях, в равных степенях, вот, следственно, что сделает ваше обращение о обращении, что сделает ваше извинение. Они, по сути, поставят вас ниже ваших друзей, покажут им, что вы в них нуждаетесь и, по сути, сделают вас ниже чем они. Они будут смотреть на вас сверху вниз и будут так, из чего могут начать вас использовать, что не является, естественно, для вас хорошей перспективой. Поэтому, чтобы это исправить, необходимо более грамотно выбирать себе друзей и понимать, что они, любое отношение вообще проявляется все-таки в большей степени в конфликтных ситуациях. В ситуациях, когда интересы расходятся, именно тогда люди проявляют свое истинное лицо, истинные намерения и отношения. И если в результате такой ситуации человек от вас отвернулся, значит, он не тот, кто может разделить с вами тяготы и препятствия этой жизни. И друзей вам необходимо искать новых, вам необходимо делать это по своим интересам, по своим хобби, по своим увлечениям и так далее. Поскольку, как я понял, вы достаточно гордый человек, то, соответственно, это нужно для людей грамотно доносить. То есть, что вы гордый человек, не позволите выбирать об себя ноги, но при этом человеку вы уважаете, что сделаете для него все, что от вас зависит, чтобы сделать себя счастливым. Это необходимо правильно для людей донести. И обязательно найдутся те, кто вас оценит по достоинству, кто будет вами дорожить, кто не принес от вас в случае конфликта, кто не будет зависеть от, ну, скажем, общественного мнения. Потому что друзья, как правило, если это группа людей, ворачиваются от одного человека лишь в силу того, что их лидер или мнение, оно стало грубовыми. Даже те, кто не совсем с ним согласен, боясь из группировки, значит, вылететь, все равно принимают это мнение. Да, если с ним не согласны, согласны. Но это нужно понимать очень хорошо. И точно понимать, что если человек пошел на поводу общественного мнения, то, скорее всего, этот человек достаточно слаб. И вам, в отличие от него, будет анонименно гораздо сложнее в жизни. Но вместе с тем, вы получите именно только свое и ничего ложного, ничего наигранного, надуманного у вас не будет. Эта ситуация, которая с вами произошла, она иногда показывает, что люди иногда не те, кем они представляются. Вот это нужно хорошо понимать, понять и, вы знаете, вы, безусловно, будете жалеть о том, что они попросили прощения. Поэтому, поскольку советом давать вам является непрофессиональным, давать советом, то я скажу так. Если у вас есть желание, если есть надежда на то, что люди не просят у вас машина, потому что вы не просят у вас машина, то можно сделать первый шаг. Вступить в контакт, либо со всей группой, либо с кем-то из них, а предложить встречу. Само по себе, данное предложение означает, что вы хотите сблизиться и поговорить. Соответственно, если люди заинтересовались в том, чтобы с вами наложить связь, они согласятся на встречу и, ну, по сути, примут вашу мировую, и там же вы сможете обменяться взаимными изменениями. Если же ваша инициатива у вас примет прохладно и равнодушно, скажет, ну, если хочешь, там, приходи, и так далее, то, скорее всего, именно от вас одно ждет изменение, и такие отношения не могут принести вам ничего хорошего. Абсолютно. Ну, и, наконец, последнее, если ваша дружба проистекает из детства, то есть компания была в детстве, сейчас вы уже выросли, то нет ничего удивительного в том, что она распалась в лицевые раз пока, потому что все-таки люди выросли, появились свои интересы, и жизнь постепенно показывает, что, ну, то все-таки это уже разные люди, и что общего у них все меньше и меньше. Взрослые люди редко остаются друзьями с детства, а если остаются, то дружат с ними чисто по инерции, потому что в детстве одни друзья, а во взрослые все-таки другие друзья. И сама дружба, сами отношения, они строятся на принципиально разных основах. поэтому, если ваша дружба все-таки идет из детства, то относиться к этому нужно как исключительно к неизбежному явлению, вот, и понимать что по-другому, наверное, и быть не могло. То есть, если бы этого не случилось, то вы просто чувствовали, как вот эта дружба, от которой уже осталось столько слов, все тянется, 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 но действительно удовольствие она уже не представляет для вас. Да и вы, по сути дела, говорите, что вы не хотите оставаться одной, то есть, вам дружба нужна родная, чтобы не остаться одной, то есть, у вас есть потребность в общении. Потребность в общении нужно удовлетворять грамотно по-другому, так, что мы там интересованы были обе стороны, то есть, вы и ваш партнер или партнер. Мне даже интересовались, что нет, но возникают соподчиненные, подчиненные отношения, в которых положение, более низкое положение, занимает тот, кто надается в общении. Ну, или кто показывает откровенность, что ему нужно общение от другого человека. Другой человек, соответственно, наступает, как более, выше расположенный партнер, и он, как бы, начинает уже диктовать свои условия. Это не является хорошим для построения равноправных отношений, от того, как искренности и честности. Вот, надеюсь, помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду очень вам благодарен. Пока, желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok